Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый Президиум. Мне досталась такая трудная опухоль сегодня для доклада. Ну, насколько редки саркомы? Конечно, в принципе, это очень редкое заболевание. Среди взрослых, онкологическая заболеваемость, это всего лишь 1%. Но биологически эта опухоль очень агрессивная. Мы знаем, что 5-летняя выживаемость у пациентов крайне низка. И при металлитической стадии составляет всего лишь 16%. Но главные новости и итоги за последние годы, это все продолжающееся усложнение классификации сарком в мягкой ткани. Они сейчас занимают уже 4 страницы в классификаторе ВОЗ. И крайне сложные и многообразные виды мизинохимальных опухолей. Более 200 типов на сегодняшний день насчитывается. Но, конечно, не со всеми этими типами мы имеем дело в нашей рутинной практике. Наиболее часто встречаются все-таки эль-саркомы, паплеаморфные саркомы, гисосины, виальные, фибросаркомы. Как мы выбираем тактику для лечения наших пациентов? Конечно, тактика основывается на том, где располагается мягкотканная опухоль. На конечностях или интрабдоминально. У нас есть абсолютно отдельные гайдлайны для гастроэнститинальных опухолей, дисмоидных опухолей, для рабдомиосаркомы. И, собственно говоря, в последнее время очень много выделено специфических транслокаций, на основании которых диагностируются очень редкие виды, очень редкие по типу. Поэтому цитогенетический диагноз сейчас очень актуален, современен и в большинстве случаев просто необходим. Ну и, собственно говоря, уже я сказала, что это заболевание очень гетерогенное, и мы не можем назначать терапию, только лишь имея диагноз саркома мягких тканей. Нам надо знать гистологический по типу опухоли, потому что чувствительность препаратов, чувствительность разных по типу совершенно разная. Есть опухоли, которые чувствительны к химиотерапии. Это, допустим, рабдомиосаркомы, синвиальные саркомы, это юингосаркомы. Есть опухоли, которые практически нечувствительны к химиотерапии. Это эпителиоидная, допустим, саркома, фибросаркома. Есть опухоли с промежуточной чувствительностью, липосаркома к ним относится. Но есть опухоли, которые рефрактерны к химиотерапии, и у них в гайдлайнах, собственно говоря, первым этапом идет назначение таргетной терапии. Но я вот выделила, да, те самые неспецифические саркомы, неспецифические гистологии, которые все-таки чаще всего у нас встречаются. Это и липосаркомы, и синвиальные саркомы, и фибросаркомы сюда относятся, и леомиосаркомы. И у нас есть целый большой выбор, как в монорежиме, так и комбинация препаратов, которые мы можем использовать. Да, я также здесь обозначила саркомы, которые рефрактерны к химиотерапии, это альвеолярные саркомы, это гемангиоперицитомы. Ну и первый мой вопрос, да, он, наверное, такой, довольно всегда такой спорный. Какой все-таки режим химиотерапии первой линии вы выбираете для пациента с местно распространенной или метастатической саркомой мягкой ткани, тем самым неспецифическим типом гистологии, будь то липосаркома, леомиосаркома, фибросаркома или синвиальная саркома, при условии, что этот пациент сохранен и не имеет удовлетворительный статус ЭКОК. Это может быть монотерапия доксорубицином или монотерапия ифосфамидом, либо это комбинированный режим комбинации доксорубицин с ифосфамидом, либо же это комбинация гентакса, либо какой-то другой режим. Какой-то режим, я хотела бы узнать, все-таки рутинно вы используете для своих пациентов с неспецифической гистологией саркомы. Наверное, все режимы правомощные. Я потом спрошу, какой другой режим может быть использован для таких опухолей. Ну и все наши рандомизированные исследования нам говорят о том, что все-таки доксорубицин является стандартом. И все исследования, которые в сравнении с доксорубицином проводились для пациентов с неспецифическим видом гистологии, здесь приведено исследование, которое сравнивает комбинацию ифосфамида с доксорубицином, со второй веткой доксорубициномонорежимы. Мы видим, что в медиане общей выживаемости никакой статистической разницы достигнута не было. Во времени прогрессирования в частоте объективных ответов, да, выигрыш при комбинации есть. Но, тем не менее, выводом этого исследования было в том, что монорежим и комбинированный режим равноэффективны. Другой режим, гемстабин с дотстокселом. Мы знаем, что он более эффективен при левоме саркоме, допустим, матке. Здесь тоже первая линия по сравнению с доксорубицином. Вы видите, что треть пациентов были левоме саркомы, плеоморфные саркомы и прочие саркомы. И вывод этого исследования был такой же, что монорежим доксорубицина равный эффективен назначению гемстабина с дотстокселом. Поэтому на сегодняшний день антроциклины являются золотым стандартом назначения в первой линии лечения. И вы видите, приведены многие исследования по попытке модификации ифосфамида, попытки модификации липосомальных форм доксорубицина. Но тем не менее антроциклины все-таки остаются золотым стандартом. Поэтому выводы, наверное, по первой линии на сегодняшний день отображены на экране. Доксорубицин рекомендован для всех асимптомных пациентов. А для тех пациентов, у которых нам крайне важно добиться частичного ответа опухоли, и это улучшит их качество жизни, либо же частичный ответ позволит нам провести либо метастазоктомию, либо какое-то хирургическое вмешательство. Конечно, для таких пациентов должен быть выбран режим доксорубицин с ифосфамидом. А гемстабина, в целом, он все-таки вторичная опция для пациентов уже во второй линии. Но тем не менее рассказала, что ли именно саркома матки более чувствительна к этому режиму. Этот режим может использоваться в первой линии у этой категории пациентов. Вторая линия. Всем нам известны исследования ПАЛЕТ, таргетный препарат ПАЗАПОНИБ, который является мультикиназным ингибитором. И основные точки приложения – это эндотелиальный фактор роста. Мы знаем, что при саркомах очень часто происходит некроза внутри опухоли, и уровень эндотелиального фактора роста значимо повышается. Поэтому, конечно, все таргетные препараты, они, как правило, в направленности антиангиогенной. И исследование, которое позволило зарегистрировать препарат ПАЗАПОНИБ для второй линии лечения пациентов. По сравнению с плацебо, конечно же, ПАЗАПОНИБ был лучше. Но, опять-таки, в этом исследовании не участвовали пациенты с липосаркомами и с жестом. Рибулин. Другая опция, препарат, который очень похож на токсанового ряда препарата. Он тоже связывается с веретином деления, с микротрубочками, только связывается с их концевыми участками. Поэтому у этого препарата при его назначении сохраняется чувствительность к резистентным уже к токсанам, к клеткам. И вы видите, по результатам исследования, мы опять видим гетерогенность. И выигрыш от назначения рибулина во второй линии получали лишь только пациенты, у которых была липосаркома, как гистологический потип заболевания. Травиктидин с дакарбазином. Травиктидин тоже уже давно вошел в нашу практику. Это препарат, который зарегистрирован тоже для второй линии. И сравнивался он с дакарбазином. Дакарбазин тоже является хорошим компаратором, то есть препаратом для сравнения у пациентов с лиомиосаркомами. И мы видим, что в принципе назначение трабиктидина, оно эффективно. И опять-таки, у кого оно эффективно? Оно эффективно у пациентов с лиомиосаркомами. И даже внутри одного гистологического потипа липосаркома, мы знаем, что есть и дедефиненцированная, и миксоидная, и круглоклеточная, и плеоморфная липосаркома. И даже внутри одного потипа такая гетерогенная, что миксоидная липосаркома отвечает на трабиктидин. А остальные потипы липосарком менее чувствительны к этому лечению. Гемстабин с декорбозином – это та опция, у которых, наверное, не могут быть использованы токсаны, либо доксорубицин по каким-то причинам, равный эффективный режим только лишь декорбозином. Ну, таким образом, для второй линии у нас тоже есть основные показания. И рибулины, опять-таки, повторюсь, это липосаркомы. По ним для всех сарком, кроме липосаркома. Трабиктидин все-таки желательно назначать пациентам лиомиосаркомы, либо месоидные липосаркомы. Ну, а гемстабин декорбозин – это, в принципе, опция для всех пациентов, которые могут получать лечение во второй линии. Ну, я уже сказала, что есть потипы сарком, которые, в принципе, нечувствительны к проведению химиотерапии. И таргетный агент у этих пациентов должны и могут выдвигаться в первую линию лечения. К таким саркомам относятся альвеолярные саркомы мягких тканей, фитоклеточная саркома, гемангиоперицитома. И там сунетиниб уже в рекомендациях НССН стоит в первую линию. У этих пациентов вообще не предусмотрено использование химиотерапии. Мы знаем, что уже об этом было сказано, что сейчас есть опухоли, которые характеризуются экспрессией нейротрофического рецептора тирозинкинас, НТРК. И среди сарком такие пациенты тоже есть. Естественно, при выявлении такой гиперэкспрессии FDA уже одобрил ларотракциниб для лечения. Это редкое, но все-таки тоже особо подгруппы пациентов. Ну, что нового было в 2019 году, все-таки мой доклад называется так. И основные надежды в последнем году были связаны с новым таргетным препаратом, с аларотумабом. Это макуональное антитело, блокирующее ПДЖФР-альфа. И первое исследование, которое было второй фазы, не такое большое исследование, сравнение рукава аларотумаба и доксорубицина с аларотумабом, показало значительное увеличение медианы общей выживаемости до 26 месяцев у пациентов с комбинацией. Да, мы знаем, что, в принципе, для всех видов по типам сарком такая вот тоже волшебная цифра 12-14 месяцев, которую не удавалось раньше никаким режимом достичь. И на основании этого исследования была тоже ускорена регистрация аларотумаба во второй линии. Но, к сожалению, в этом году на АСКО были доложены результаты третьей фазы, уже большое рандомизированное исследование, большое количество пациентов. И выводы, к сожалению, были таковы, что в любых подгруппах пациентов и у лемиосаркомы комбинация аларотумаба с доксорубицином не лучше, чем доксорубицин в монорежиме, и препарат был отозван. И на сегодняшний день он не зарегистрирован для лечения пациентов с саркомами мягких тканей. Другой препарат, тоже мультикиназный ингибитор, который блокирует многие точки приложения, эндотелиальные факторы и факторы роста фибробластов, тромбоцитов и цикистов, в том числе это азиатское исследование, нуотениб. И опять-таки, пациенты, которые выигрывали от назначения этого препарата, это пациенты, которые рефрактерной химиотерапией, талиолярная саркома, чуть большая эффективность была среди синавиальных сарком. Тоже интересное исследование 2019 года, которое позволяет нам задуматься о том, можем ли мы назначать позапоним, препарат, который зарегистрирован во вторую линию, у тех пациентов, у которых не показан доксорубицин в первую линию. И здесь исследование было среди пациентов старшей возрастной группы. Вы видите медиана возраста 71 год, ЭКОК 0,2. Редко у нас такие исследования есть, где ЭКОК допускается 2. В основном это ЭКОК 0,1. И вы видите, что назначение позапонима в первой линии равное эффективно с доксорубицином. Поэтому это исследование второй фазы, конечно, должно быть подтверждено в более больших исследованиях, широких. Но тем не менее позапонима в принципе является такой вот альтернативой и терапевтическим вариантом для тех пациентов, которым невозможно назначить доксорубицин вследствие сопутствующей какой-то патологии либо возраста. Регерофениб, да, тоже препарат, который имеет в своей точке приложения ангиогенез. Он также влияет на микроокружение и на онкогенез. В сравнении с позапонимом он оказался ничуть неэффективнее. Мы видим тоже синеверная саркома 5,6 месяцев, другие саркома гораздо менее. На сегодняшний день препарат не зарегистрирован, это исследование второй фазы. Но вот другая опухоль, да, хондросаркома, которая является наиболее частой опухолью под видом остеосаркома у взрослых людей. Мы знаем, что это, в принципе, опухоль, которая характеризуется тоже плохим прогнозом, и введя на время до прогрессирования, достигает всего лишь 4,7 месяцев. Мы знаем, что нет стандартной терапии при прогрессировании. Есть какие-то биологические предпосылки к эффективности тирозинкиназных ингибиторов. И вот исследование, которое было доложено на этом ЭСМО, которое говорит нам о том, что назначение регерафенибы у пациентов, у которых в анамнезе была одна или две линии предшествующей терапии, позволяет достичь медианной времени до прогрессирования 19 месяцев. Ну, довольно значимая цифра. И общая 6-месячная выживаемость составляет 75%. Вполне вероятно, это будет жизнеспособная опция, которую мы будем использовать в своей рутинной практике. Для гастроинтестинальных опухолей тоже есть новости в этом году. Мы знаем, что у нас есть сейчас три линии терапии. Эмотиниб, сунетиниб, регерафениб. У меня как раз вчера на комиссии был такой пациент, который 9 лет уже лечится по поводу гастроинтестинальной опции, получил все три препарата. И вот мы тоже думали, что же делать дальше. И вот в этом году были представлены на ЭСМО новые результаты исследований инвиктус. Новый препарат, репритиниб, это двойной механизм действия. Помимо цикита еще есть PDGFR-альфа. Препарат был исследован у тех пациентов, у которых уже были три линии лечения, третья фаза исследования. Ну, посмотрите, какая хорошая получилась эффективность этого препарата у сильно предлеченных пациентов медианной общей выживаемости 15 месяцев. И все подгруппы пациентов, которые были в этом исследовании включены, все они получили бенефит от назначения препарата. Но, насколько я знаю, сейчас уже идет подача документов на ускоренную регистрацию. Может быть, в 2020 году этот препарат тоже появится и у нас. Иммунотерапия для сарком. Традиционно саркомы относятся к холодным опухолям. Те опухоли, которые имеют низкую мутационную нагрузку, низкую инфильтрацию лимфоцитами, редко встречается эпидиэль, имеется иммуносупрессивное микроокружение. И, конечно, встает вопрос, можем ли мы такую опухоль разогреть чем-то. Да, и разогреть ее можно комбинациями, лучевой терапией. И гетерогенная саркома, она проявляется на самом деле и в маркерах эффективности иммунотерапии. Вы видите, что по мутационной нагрузке опухоли тоже разнятся. По ПДЛ-экспрессии тоже очень разброс большой. И первое исследование, САРХ-028, которое было в 2018 году представлено, небольшая выборка пациентов, и всего лишь у 7 пациентов была эффективность пембролизумаба, объективный ответ был получен. Кто были эти пациенты? Это были пациенты с недифференцированной плеаморфной саркомой, это были пациенты с дедифференцированной липосаркомой и с синавиальной саркомой. Конечно, предпринята попытка оценки у этих пациентов и комбинации, комбинация неволумаба с эпилемумабом. Мы видим, что общая выживаемость те же 10-14 месяцев, которые мы имеем на фоне применения терапии химиопрепаратами. И в целом в этом исследовании исследователи отмечали, что эффект не зависит от педилиэкспрессии, то есть высокий педилиэкспрессии и низкий педилиэкспрессии не отличаются по эффективности у этих пациентов. Ну и вот первое исследование уже в этом году, которое как раз таки позволяет нам оценить вот такой комбинированный подход. Это применение пембролизумаба вместе с оксетинибом, да, ингибитором тирозинки нас. И вы видите, конечно, они взяли таких пациентов, у которых чувствительная иммунотерапия здесь, и альвеолярная саркома, и плеоморфная саркома, или миосаркома, и частичный ответ у 28%. В медиан общей выживаемости 18 месяцев. Очень хорошие результаты. Дисмопаста уже новое исследование, которое говорит нам о том, что позапоним вполне вероятно, ничуть не хуже, чем метатогрессат с венбластином. Эти пациенты, которые прогрессировали на первой линии здесь с моидными опухолями, вскоре мы получим позапоним и для этих категорий пациентов. Но у меня уже, на самом деле, время закончилось. Я вот хотела просто показать три коротких случаях о том, что действительно есть пациенты, которых не надо лечить химиотерапией. Пациент с альвеолярной саркомой, которая была первой линией химиотерапии, поскольку регистрации таргетной терапии для этого пациента в 2015 году еще не было. А на второй линии таргетной терапии мы добились 12-месячного контроля заболевания, что очень хорошо. И пациент с дисмофластической микрокруглоклеточной опухоли, которая является юнгоподобной. Вы видите огромное образование, исходящее от брюшной полости малого таза. Наиболее исследованным режимом является протокол П6, ВАК и Е. Шесть месяцев терапии. Посмотрите, привело к какому замечательному ответу опухоли. Но этот ответ надо еще чем-то удержать. И на самом деле для этих пациентов исследуется высокодозная терапия, внутрибрюшная терапия. Но таких возможностей в городе у нас не так много. Удержать эффект не удалось. Вторая линия гемтакс была менее эффективна. Третья линия уже неэффективна. И пациентов, которых в принципе можно вообще не лечить лекарственными методами, дерматофибросаркома, которая была прооперирована у пациентки, с рецидивом прооперирована повторно, проведена комфортно-учевая терапия с использованием индивидуальной инфекционной маски, произведена реконструкция. Пациентка до сих пор наблюдается без признаков прогрессирования и динамически имеет довольно хорошие отдаленные результаты. Ну и собственно говоря, мой завершающий вопрос. На ваше мнение, итог 2019 года таков, что ни одного нового препарата у нас не зарегистрировано для лечения сарком. Какой же мы видим для себя перспективу? Что же наиболее перспективно? Что будет оказывать вклад на нашу клиническую практику? По вашему мнению, нет никакой эффективной перспективы. Это все-таки таргетная терапия на примере лоротумаба. Это все-таки комбинация таргетов с чекпоинтами. Это поиск новых вмещений. Можем поискать тоже НТРК, СДК-4, МДМ-2. Или все-таки терапия на основе антрациклинов. Так и останется еще на 40 лет нашим золотым стандартам в лечении сарком мягких тканей. Сейчас будет буквально 10 секунд, мало времени. Все, я закончила, простите, задержалась на 2 минуты. Ну, наверное, действительно, будущее, наверное, все-таки за комбинациями. Если мы сможем разогореть эту сложную опухоль, мы, наверное, будем получить какие-то более отличительные результаты. Спасибо большое за внимание.